Карачаево-Черкесия будет участвовать в реализации 43 федеральных программ по 10 приоритетным национальным проектам. Только в этом году на их реализацию будет направлено свыше 4,5 миллиардов рублей. Именно с этой информации Рашид Тимрезов начал своё выступление перед собравшимся в Большом зале Дома правительства. По словам главы, эта работа станет весомым вкладом республики в реализацию задач, обозначенных президентом в майских указах. Далее последовал блок тем, посвященных социальной защите населения. Рашид Тимрезов рассказал о выплатах, пособиях и льготах, действующих на территории республики. Также мы возглавили установленную республиканским законом ежемесячную выплату в размере 9231 рубля, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. Продолжена выплата регионального материнского капитала. Разработан и принят ряд законопроектов, направленных на поддержку старшего поколения. Парламентарии единогласным решением поддержали инициативу президента Российской Федерации и сохранили имеющиеся льготы по налогам людям, достигших 55 и 60 лет. Кроме того, депутаты оставили без изменений льготы инвалидам. Они полностью освобождены от уплаты налога на одно транспортное средство. Следующая тема – бюджетная политика региона. По итогам прошлого года доходы республиканской казны составили более 26,5 миллиардов рублей. Из них почти 9 – собственные доходы. Что касается расходных статей, то в приоритете, как и прежде, остаётся их социальная направленность и благополучие каждого жителя республики. Для повышения доходного потенциала прошу правительства активизировать работу Межведомственной комиссии по мобилизации доходов. Муниципалитетам необходимо обеспечить полный учёт налогоплательщиков и их налоговой базы, произвести учёт всех объектов имущественной и земельной собственности. Далее Рашид Тимрезов обозначил необходимость увеличения валового регионального продукта на душу населения в полтора раза, доведя его в целом по республике до 100 миллиардов рублей к 2024 году. Улучшение показателей в промышленном производстве в первую очередь возможно за счёт модернизации и технического перевооружения. Кроме того, считаю, что реализация национальных проектов по направлению цифровая экономика и международная кооперация и экспорт напрямую связана с развитием сельскохозяйственного и промышленного потенциала нашей республики. Это основное направление, на которое мы должны сосредоточить усилия. Рашид Бориспиевич также отметил, что до 2024 года необходимо увеличить число людей, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с 26 до 36 тысяч. Что касается итогов прошлого года, то хорошие результаты были достигнуты в сфере промышленности, топливно-энергетического комплекса и связи. Хотелось бы отметить, что за период реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности уже создано более 600 рабочих мест. И до конца 2024 года планируется создание еще 450 дополнительных рабочих мест. Одной из важнейших сфер топливно-энергетического комплекса республики является электроэнергетика. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию у Джигутинской малой ГЭС и малой ГЭС на Большом Зеленчике. А буквально в следующем месяце будет дан старт строительству новой Красногорской малой ГЭС. Следующая важная тема – газификация Карачаева-Черкесии. В приоритете строительство газопровода – Карачаевский Берда и газомагистрали Карачаевский Кулан-Карджурд-Хурзук с отводом на Эльбрусский. Еще одна значимая отрасль региональной экономики – агропромышленный комплекс. Всего на поддержку товаропроизводителей республики в 2018 году было направлено более 1 миллиарда рублей. Ведь один из приоритетов в сфере АПК – материально-техническое развитие и финансовая устойчивость сельхозтоваропроизводителей путем поддержки фермеров, личных подсобных хозяйств, кооперативов. Следующий блок в докладе был посвящен цифровизации региона. В рамках реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика» до конца 2021 года высокоскоростным доступом в сеть интернет будут обеспечены все общеобразовательные и лечебно-профилактические учреждения республики, включая фельдшерско-акушерские пункты. Переселение из аварийного ветхого жилья, капитальный ремонт и строительство новых социальных объектов, реконструкция дорог. Строительный комплекс, пожалуй, одна из главных тем, затронутых главой республики. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» к 2020 году планируется завершить строительство второй очереди дома-интерната общего типа для престарелых в Черкесске. А в 2020-2021 годах построят республиканский дом-интернат психоневрологического типа на 100 мест. А еще с марта этого года в республике начата реализация инвестиционного проекта создания всесезонного туристко-рекреационного кластера «Пхия-Кислые источники» в части строительства инженерной и транспортной инфраструктуры. Также серьезное внимание уделено приведению к федеральным стандартам дорог республики. К примеру, в 2019 году будет реконструировано шесть автомобильных дорог местного значения. Дороги – это жизнь, я так понимаю, в нашем современном мире. То есть это и связь между людьми, это и перевозки грузов, это и в первую очередь, наверное, в случае с нашим субъектом, это наше лицо, визитная карточка, как сказал глава республики. То есть все, кто сюда приезжает, у них первое впечатление складывается, наверное, от качества дорог. Не осталось без внимания и тема здравоохранения. В рамках нацпроекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи планируется заменить три аварийных фельдшерских пункта и 15 фельдшерско-акушерских пунктов, приобрести пять мобильных комплексов и по два передвижных флюографа и мамографа. Также в Карачаевске при поддержке федерального центра начато строительство поликлиники на 350 посещений в смену. Решается и проблема медицинских кадров. Частично решить кадровую проблему в 2018 году нам позволила программа «Земский доктор». В сельские населенные пункты было привлечено 64 врача. В текущем году планируем привлечь еще 10 земских врачей. Строительство новых школ и детских садов, повышение квалификации учителей – следующая тема послания. К 2020 году на базе 82 образовательных организаций будет создано почти 17 тысяч новых мест дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности. А к 2024 году будет создан Центр поддержки талантливых и одаренных детей. Во исполнение нового майского указа в 2021 году мы должны обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. И мы это сделаем. Кроме того, для помощи студентам, имеющих детей дошкольного возраста, создать в СУЗах и ВУЗах кабинеты для присмотра и ухода за детьми до 3 лет. Что касается именно подготовки кадров, то, по мнению Рашида Темрезова, необходимо определить проекты государственной значимости, для которых в первоочередном плане следует готовить специалистов и квалифицированных рабочих, принимая во внимание, что процесс их подготовки длителен и требует значительных финансовых затрат. Сейчас, в данный момент, я даю старт этому масштабному проекту, который называется «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской республики». В нем смогут принять участие как начинающие специалисты, так и более опытные работники, которые стремятся к профессиональному росту. Со своей стороны, мы поможем с трудоустройством победителей этого проекта. Причем речь будет идти не только о трудоустройстве в органы государственной, муниципальной власти, но и на различные предприятия нашей с вами республики. Так что я приглашаю всех желающих принять участие в этом проекте. Я всегда говорил о том, что нам нужны талантливые, амбициозные и преданные республике люди. В рамках развития массового спорта в республике с 2011 года построено и введено в эксплуатацию более 60 спортивных объектов. За аналогичный период было возведено и реконструировано 20 домов культуры. Подобные работы продолжаются по всей республике и в этом году. Также принято решение о реконструкции здания к государственной филармонии. Завершив свое послание, Рашид Тимрезов продолжил встречу в формате «Вопрос-ответ». Транспортная логистика в республиканской столице. Этой теме было уделено сразу несколько вопросов. В связи с введением в эксплуатацию в Черкесске новых объектов, таких как онкодиспансер и городдел МВД, существующие маршруты общественного транспорта, что называется, устарели и уже не могут в полной мере отвечать потребностям пассажиров. Следует ли жителям и гостям столицы ждать новые транспортные линии? Решение этого вопроса, оно в процессе и в рабочем порядке. Сегодня и мэрия города, и правительство республики над этим работают. Также на церемонию оглашения послания были приглашены победители региональных педагогических конкурсов, лучшие медики и социальные работники Карачаева-Черкесии. Ведь, по словам Рашида Тимрезова, основная цель доклада – не только огласить результаты работы за год, но и обозначит перспективы в развитии региона. Было интересно послушать, очень много нового для себя открыло. И, безусловно, мириады новых впечатлений. Наша республика с каждым годом становится все краше, лучше, и модернизация и развитие происходит. Поэтому я благодарна за приглашение. И это большая честь присутствовать здесь, от лица умников и умниц, от лица всех участников и победителей. Очень интересно, потому что мы, хоть и смотрим новости, но вот так вот комплексно увидеть, что происходит у нас в регионе – это большой труд вообще это все собрать. И было вообще очень интересно и послушать, и гордость возникает, что у нас делаются хорошие дела в регионе. Завершая послание, Рашид Тимрезов отметил, что результаты работы будут складываться из слаженных, из координированных усилий органов власти, представителей бизнеса, общественных институтов и всех жителей Карачаева-Черкесской республики. В своем докладе послания Рашид Тимрезов затронул абсолютно все сферы жизнедеятельности – здравоохранение, образование, культура, спорт, промышленность, строительство и, конечно же, экономическое развитие региона. Глава не только подводил итоги за 2018 год, но также акцентировал внимание на проблемах, которые существуют в регионе. Парламенту республики, а также соответствующим ведомствам он дал поручение, чтобы в скорейшем времени эти проблемы были решены. В общей сложности встреча продлилась чуть более двух часов. Напомню, что прямая трансляция выступления велась на телеканале Архиз-24, а также на сайте ГТРК Карачаева-Черкесия. Юлия Житная, Мурат Кемрюгов, Архиз-24.